На портал Экзегет поступают вопросы, мы пытаемся на них ответить. Как победить злорадство? Наверное, редко кто сталкивается с этим грехом, но кто сталкивается с ним, давайте попробуем разобраться, что же такое злорадство и как его победить в нашей жизни. Злорадство, если взять классическое академическое определение злорадства, то мы с вами прочитаем в словаре следующее. Злорадством является проявление гордости, зависти и лени, качество личности испытывает счастье, злобную радость и удовлетворение при неудаче или произошедшей беде другого человека. То есть, это качество личности испытывает счастье, злобную радость и удовлетворение при неудаче или произошедшей беде другого человека. Значит, злорадство – это сродни тому злу, который в мир приносит дьявол. Дьявол приносит в мир несчастье, приносит грех и, как следствие, смерть. Человек злорадный неминуемо движется в сторону смерти. Смерти сначала духовной, ещё здесь при жизни он будет ходить, наполнять холодильник, кушать, общаться с окружающими. Но в конечном итоге, в общем-то, вся его жизнь будет походить на зло. И вот побеждение злорадства должно явиться основной целью человека, который увидел в себе этот грех. Мы с вами прекрасно понимаем, что пока грех нами не определён в нашей жизни, пока грех не виден в нашей жизни, естественно, мы и бороться с мельницами тоже с вами не можем. Как только мы поняли, что несчастье, неудача другого человека вдруг нам приносит какое-то отдохновение, какое-то маленькое счастье в нашей жизни, всё, значит, здесь мы должны с вами задуматься, если вы переживаете о своей будущей уже загробной жизни. И на самом деле злорадство, как и любое, как мы и сказали, что это проявление гордости, зависти и лени, побеждается борьбой именно с этими страстями. Лень побеждается, естественно, понуждением себя на труд. В первую очередь надо составить распорядок дня и его, в общем-то, соблюдать, может быть, даже большими мазками. Лень очень быстро убегает от такого человека. Зависть в человеке побеждается трудом. После того, как вы составили распорядок своего дня, естественно, вы начнёте этот распорядок дня воплощать и наполнять теми событиями, трудами, которые, в общем-то, необходимы вам и вашим ближним. Зависть после того, как человек начинает трудиться, она, в общем-то, его тоже медленно, но начинает покидать. Ну и гордость здесь, в общем-то, средство только одно. Надо постараться уменьшить своё я, своё внутреннее эго до, в общем-то, минимальных размеров, до такой прозрачности так, чтобы, в общем-то, и не замечать себя в этой обстановке. Если человек постепенно начнёт с собой работать, то, естественно, злорадство от него будет уходить по одной простой причине. На этом пути он будет сталкиваться со своими неудачами. На этом пути, естественно, он будет сталкиваться с тем, что и в его жизни будут происходить события печальные, события несбывшихся надежд, мечт и так далее, напрасно положенных трудов. И человек поймёт, как это, в общем-то, тяжело для него. Постарайтесь, попробуйте, и вы увидите, что злорадство от вас отойдёт. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.